Я четко осознаю, что данным видеоматериалом я подожгу одно место многим людям, но все же мне хочется сделать для хороших, умных, думающих людей этот контент. Записать это видео, прокомментировать его, подчеркнуть моменты, рассказать, чем дышит полиция США в США, как она реагирует на неадекватных граждан, как она ведет диалог с ними, ну и так далее. В общем, бытует мнение о том, что в США, если вы будете возмущаться, не подчиняться действиям полицейского, то мордой в пол, стекло разбили и так далее. Вот я вам сейчас хочу наглядно продемонстрировать видеоматериал и прокомментировать его. Мы сейчас посмотрим, как остановили человека. Само видео 12-минутное, я не думаю, что стоит его пускать полностью весь видео и аудиоряд, просто прокомментирую, оставлю основные моменты, хронологию проведу. Подведем с вами итоги и в конце я сделаю свои выводы, расскажу то, что я думаю конкретно по этому видеоматериалу. Смотрим, останавливает человека вечером, человек возмущается, что он ничего не нарушил. Сейчас буквально, смотрите, минутку и я переведу немножко. Смотрим. 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 В данном сюжете водитель повторяет практически одно и то же. Я задержан. Почему вы меня остановили? Я ничего не нарушил. Полицейский говорит, я лишь выполняю свои обязанности. Я обязан проверить у вас водительское удостоверение или же назовите ваше полное имя и адрес, где вы проживаете. Водитель опять говорит, я ничего не нарушил. Полицейский говорит, что там вы чуть-чуть переехали, сдвинулись с линии и это уже дает право мне проверить вас, право на ваше управление, если у вас соответствующие документы. Нет. Водитель говорит, я ничего не нарушил, я ехал спокойно, я ехал по дорогам общественного назначения. Ну и так далее. Смотрим еще чуть дальше и я немножко еще переведу. Мы далеко не будем заходить, мне интересна концовка и хочу ее прокомментировать. Голосе 오�iji靖я, частифика двигателя速. Ты должен был весь этот момент, то я creative заказать что-то мне! Их может быть возьмете выivel experienced это. В то, что да, я хочу узнать, что выбивала себя в это время. Это хороший вопрос! Ты наши естественныеárias, у меня найдут себя в сути недеящего направления. Вы можете выllowи node. Я захочется выбивала себя в этой машине или겨? Вы можете узнать хотите в этом причине я найти какие-то недещие, то себе вы senteудили на машине в этот аэрость. Это л CDC, спокойно у вас. Вы не моем интересенний разо мне интересно ли об этом. Как мы видим, водитель продолжает твердить, что он ничего не нарушил. И его любимая фраза, он говорит, я задержан? Я задержан? Ну все как в Украине. Он говорит, я задержан? Я задержан? Полицейский отвечает, нет, вы не задержаны, но вы обязаны предъявить мне водительское удостоверение. Ваш driver license. Также водитель говорит, вызовите своего начальника. Я двигался по дорогам общественного назначения. То есть в публичном месте ничего не нарушил. Что вы хотите? Чтобы я превысил все-таки скорость? Или чтобы я нарушил? Но я ничего не нарушил. Все-таки полицейский ему продолжает обратно говорить, что вы не нарушили ничего, но вы вызвали подозрение. И вы обязаны предъявить мне ваше удостоверение. Он все-таки повторяет все одно и то же. Повторяет, повторяет, повторяет. Это в разных интерпретациях происходит. Водитель продолжает говорить, что нет, я ничего не нарушил. Скорость движения моя была нормальная. Если же нет, то скажите, назовите мне причину, что я нарушил скорость и так далее. Нет, вы не нарушили скорость, вы чуть-чуть сдвинулись. Теперь водитель говорит, что полицейский, вы сразу сказали, что я сдвинулся с линии. А теперь вы сказали, что я просто вызвал подозрение, и вы теряетесь в своих выдвинутых обвинениях в мою сторону. Ну, так же, все то же самое, как в Украине происходит. Ага, вы уже переобулись, ага, уже причина остановки другая. В общем, в принципе, все происходит так же. Но заметьте, полицейский сдержан. Такт у полицейского нормальный, он не переходит в голос. Да, действительно, неприятно, что он светит фонариком, но поймите полицейского, здесь многие, многие с оружием. И полицейский одну руку держит на кобуре, другой светит конкретно и смотрит за ситуацией, потому что водитель может что-то внезапно выхватить и выстрелить полицейского. Это часто бывает. Водитель, я так понимаю, сам себя фиксирует, снимает телефоном, рука на расстоянии. Полицейский все это видит, ситуацию держит, как бы сказать, под контролем, не хочет и не навредить человеку и объясняет ему, что он выполняет лишь свои функциональные обязанности. Смотрим дальше. Тут подошел напарник, водитель уже так чуть-чуть замешкался. Слышим в диалоге, прозвучало уже не совсем хорошее высказывание. Bullshit, дословно это бычачьи какашки. Ну да, ну и там же можно по-разному переводить. Bullshit, bullshit. That's not what you said the first time. Now you're changing your story. At first I was suspicious. You were. So what story do you want to stick with? These three things are adding up to the traffic stop. You're a suspicious vehicle in the area. Oh, bullshit. Failure to signal 200 feet before your turns. Bullshit. And you had unsafe starts and stops after your stops at the stop signs. Was you with me when I turned? Did you measure the distance? Date of birth. Why is it okay for you to do? Okay, there's an IC code. You have to show your ID. All I ask was, am I being detained? You are on an investigative traffic stop. All right, I want to supervise, I want Mike to swallow on the scene. That's not going to happen at this point. Why not? Because he's not working. Ну и также сейчас я вам хочу предоставить концовочку. Водитель все-таки сдается и предоставляет полицейскому свое удостоверение. Но смотрим с какими жестами и с какими высказываниями. Как все это происходит, как полицейский берет удостоверение уходит, проверяет и желает счастливого пути и хорошего вечера. В общем, смотрите. That's not illegal. Driving slow is not illegal. This is the last time I'm going to explain this to you. Here, you fucking dick. You want to be a dick about it? You're in the area. Take my license. Go do what you got to do and then go fuck off. All right, thank you. Fuck you. Stay in the car. Fuck you. Keep your hands where I can see them. Fuck off. And I'll be back with you in a moment. Fuck off. You understand? Fuck off. Take my license. Go do what you got to do and then go fuck off. All right, thank you. Fuck you. Stay in the car. Fuck you. Keep your hands where I can see them. Fuck off. And I'll be back with you in a moment. Fuck off. Do you understand? Fuck off. Okay, I'm going to pause it until they come back. Okay, Mr. Grace, here's your ID back. I appreciate your cooperation. Your safety is important to us. Have a good night. Fuck off. No fuck off. Careful driving. Fuck off. Don't stop it. Концовка без перевода, всем понятно. Это набор жесткой нецензурной брани в сопровождении с жестами. Все мы это видели, это переводить не надо. Там очень все, так сказать, жестко. Теперь представьте себе на секунду, что было бы с нашим гражданином, с обычным гражданином, если бы он так в сторону полицейского нашего высказался. Однозначно, однозначно там бы все было уже все. Доброе утро. Доброе. Что-что? Документ дорожного, обратно, 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 обратно. Говорите немножко громче, я услышал уже, но говорите... Самилия, это же Канунников, я хочу сказать, что я документ... Канунников? Да, Канунников. Дайте я вас, пожалуйста, удостоверение. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Канунников, Андрей Володимирович. 138-940. Что там? Что случилось? А что вы делаете дверь? Эй! 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 Что ты пьяный, блядь? Инспектор, что случилось? Сюда нахуй руки. Не понял? Готовый, блядь, ездить, что-то надо. Инспектор, что вы делаете? Небо из машины! Сейчас, блядь, по голове, получите. Сухи, куда-нибудь. Руки на кокло. Что пьяный, блядь? Вы что, издеваетесь? Что я издеваю? Что нам надо? Ты что пьяный? Я не пьяный. Техпаспорт, водитель. Я сейчас достану, блядь. А что вы творите? Что творите? Техпаспорт, водитель. Техпаспорт, водитель. Я хочу объяснить вам, что полицейские здесь строго-строго придерживаются инструкции. Почему полицейский здесь, вы задаете вопрос, еще не берет взятки? Я отвечу, потому что у полицейского на кону хорошая зарплата, хорошая карьера. И самое основное, то, что разделяет Украину, Россию и Соединенные Штаты по полиции, это если в Украине возьмет полицейский взятку, ему ничего не будет. Мы уже видели, он дальше будет ходить на работу. Максимум, что будет, его уволят, и то этого раньше, сейчас его не уволят, уволят, и он переведется, и потом через суд он все даст денежку и восстановится. Здесь такого нет. Если полицейский возьмет взятку, он потеряет все, пенсию, работу, и он сядет в тюрьму. Здесь не надо никому ничего доказывать, не надо писать заявление. Если где-то какое-то видео, если даже просто придет человек и без видео подаст заявление, скажет, этот полицейский взял у меня деньги, очень будут серьезные большие проблемы у полицейского. Какой вывод я хочу сделать? Я ставлю огромный, огромный большой плюс полицейскому за сдержанность. Да, ему попался гражданин не сдержан, но все же он себя вел очень сдержанно, очень профессионально. Он при том ругательстве, которое было обращено к нему, он спокойно и ни глазиком не моргнул. Вот покажите мне хоть один ролик такой в Украине, что при такой нецензурной брани, вот так четко полицейский выдержал инструкцию. Счастливого пути передал, спокойно, хорошо, все. И даже не ухмыльнулся, ни улыбка у него не выскочила. Все четко, как робот. Вот так должен выглядеть настоящий полицейский помой. Друзья, я проехал уже по Соединенным Штатам около 13 тысяч километров, меня еще ни разу никто не остановил. Да, было бы любопытно, было бы хорошо посмотреть, как я буду общаться с полицейским и смоделировать подобную ситуацию. Но я вам скажу, мой английский язык, хотелось бы, чтобы он был лучше. Да, так как я не в среде, нет еще вокруг меня много англоязычных, даже испаноязычных людей, я еще так, работа у меня на дому. Поэтому английский мой хромает, он с каждым разом все лучше и лучше. Я просматриваю американское телевидение, я хожу в кино, без перевода соответственно. Я немножко что недопонимаю, спрашиваю друзей, мне объясняют, я понимаю немножко. И, естественно, чуть-чуть записывается. Но это приходится со временем, мое изучение английского языка происходит медленно. Ну, как только я достигну определенного уровня свободного разговора, то я думаю, что-то я вам покажу. Может, даже это произойдет спонтанно, да. В общем, хочу пожелать хорошего вечера, хорошего утра, может, утром посмотреть этот видеоматериал. Ну, и немножко, так сказать, послесловие сказать, что о тех комментариях, о тех тролях, которые там пишут, отписываюсь, там, ах, нецензурную брань на меня, ты такой-такой. Это все вызывает огромную улыбку, так как я этих же людей наблюдал год назад, отписываюсь, полтора года назад, отписываюсь, два месяца назад, отписываюсь. Почему они так долго отписываются? Мы с Сашкой, мы просто с Сашкой ржем. Сами мне сбрасывают комментарии, глянь, ты помнишь этого там-то-там-то, мы скопировали там. А, точно, это... В общем, люди, большое, конечно, количество людей нормальных, адекватных, которые просто ничего не пишут, или же пишут по делу, или же есть действительно нормальное замечание, что там-то и там-то есть замечание, сделал очень плохо. А так, просто нецензурно обругать, высказаться, это говорит о человеке самом. Человек сам себя не любит, и человек сам показывает, кто он. Данные люди, они просто будут признаваться спамерами Ютуба. Вы запомните еще, ребятка, если вы видите комментарий, и он неадекватный, ну, глупый комментарий там, ставьте ему дизлайк этому комментарию, и чем больше он будет на тебе набирать дизлайков, у человек будет Ютубом признаваться спамером, и гугловский робот будет его распознавать, везде он будет попадать в спам. Где не будет он писать, он будет спам, 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 этого человека никто не будет видеть, полный игнор. Такие люди должны быть в игноре. В общем, сказал, что хотел. Ребята, приятного просмотра. До новых встреч.